Привет! С вами снова Чигравы. В ожидании электрички решил вам показать один из способов установки следового капкана, так называемой установкой бабочкой. Как его устанавливают промысловики, которые охотятся на соборе и кунице. Потребуется такой взбежик, который просто втыкается в снег, чтобы место, куда мы будем устанавливать капкан, было на высоте где-то в среднем полтора метра, метр восемьдесят. Чтобы было удобно работать. Да, для чего я оставил сучок. В предыдущих видео я рассказывал вам про ловушку, так называемую кулемку. Так вот, ее крепить не совсем удобно на некоторые постановки. И вот, чтобы закрепить кулемку вот на таком взбежке, нужно оставить сучок. В следующих видео, если у меня будет свободная кулемка, сейчас я их всех расставил, я вам обязательно покажу. Но сегодня мы обойдемся без этого. Сучок я выбираю. Да, кстати, кто-то спрашивал меня, какой у меня топор на охоте. Ну, такой маленький, полкилограммовый топор. Мне его хватает. Я далеко не хожу. Вот, он мне нужен-то всего лишь срубить хворостину, обрубить сучья. Больше не нужен. И так далее. В некоторых видео вы, наверное, видели капкан многозахватывающий. Уралис номер один. Этот капкан запрещен для ловли куниц на территории Российской Федерации. Но для тех, кто продолжает ловить куницу этим капканом на свой страхи риск, я покажу вариант установки методом бабочки. Вы, наверное, видели в видео других охотников, когда капкан устанавливают на краю сбежка, и приманка вешается непосредственно перед ним. И чтобы зверю достать до приманки, ему нужно пройти через этот капкан. Вот, буквально вот таким образом закрепляет. То есть закрепляет за пружину, еще каким-то образом вращеп, и капкан встает. Это не совсем способ установки бабочкой. Вот, откуда пошел название бабочки. Бабочка это когда капкан находится, ну я сейчас наклонил слишком сильно в вашу сторону, когда он находится вот в таком положении на взбежке. То есть как будто бабочка сидит на свале дерева. Нам потребуется проволока, всего лишь проволока. Я вам покажу несколько способов, которые мне известны. Первый способ. Вставляю проволоку в кольцо карабина и приматываю ее на край взбежка. Буквально вот таким образом. Примотать следует достаточно прочно, потому что в таком положении, так, я пока цепи беру, такой способ можно использовать, когда у вас нет цепочки. В таком положении соболь будет висеть. Далее, капкан ставится на взбежек дугами обязательно в сторону соболя. Капкан при такой установке вперед пружина не ставит. Вот, под рамку продевается проволока и в натяг делается один оборот. Все. Капкан не болтается. Дальше берется приманка и подвешивается на самый край этой установки. Все. Сейчас немножко отойду. Вот. Это так называемая установка капкана бабочка. Видите, у меня капкан легко болтается. Для чего это нужно? Когда куница попадает в капкан, она начинает трясти его и капкан срывается. И куница повисает на взбежке. Первый способ. Второй способ. Когда вы используете проволоку. В этом случае можно привязать также за проволоку. Я обычно так не делаю. Я прикручиваю саморезом проволоку. Причем прикручиваю не в торец сбежка, а поперек. Чтобы шуруп шел поперек волокон. Тогда он держится прочнее. Также этот способ с использованием шурупа или самореза я делаю. Он мне нравится тем, что создает хотя бы хоть какую-то небольшую уверенность в том, что мой капкан не пропадет. Не каждый человек ходит в лес с капканом, с отверткой и выкрутить саморезом достаточно проблематично. Он, конечно, может его сломать с дури. Сломать можно все, что угодно. Вот. Следующий способ остановки капкана бабочкой. Делаем цепь в натяг. То есть цепь упираем в торец сбежка, натягиваем капкан. Под основание проводится проволочка и также делается всего лишь один оборотик, чтобы капкан не болтался. Для чего это нужно? Когда куница пойдет по сбежке, видите, сработал. То есть вот таким способом можно проверить достаточно ли хорошо его примотали или нет. Еще раз поставлю. Да, смотрите. Это я показываю. То есть в моих видео очень много информации для начинающих охотников. Поэтому я прошу охотников опытных на некоторые мои вещи смотреть снисходительно. потому что они предназначаются не для вас. Вы все это знаете, умеете лучше меня, поэтому, ну, не знаю, мои фильмы, может быть, для вас будут как просто развлечение. Возможно, что-то полезное почерпнете. Вот, еще раз показываю. Можно, конечно, покрепче примотать. Да, вместо проволоки можно использовать нитку. Еще есть способ, когда нитку привязывают в один-два витка на пружину. Когда капкан срабатывает, мощь пружины позволяет ему порвать нитку. И капкан тоже слетает. Вот, мы поставили. Вот видите, капкан держится. Куница по нему зашла. Да, забыл приманку подвести. Приманку можно в этом случае подвешивать на цепочку. Вот, какой нюанс. Некоторые вот так вот вешают приманку, да? Не совсем правильно. Куница может ее доставать. Конечно, есть вероятность, что она попадется, но куница настолько хитрый зверь, что она может достать в таком случае приманку, просто прыгнуть ее сбить. Поэтому ее ставят вот таким образом. Она будет ее пытаться брать вот с этого положения. То есть, она в этом случае в капкан не пойдет. Ладно, покажу вам. Вот, она лапами будет держаться за ствол, пролазить будет и надеюсь, нападет в капкан. Вот этой лапой, да? Как правило, при такой постановке куница попадает в капкан передней лапой. Так вот, для новичков показывают, как настораживать капкан. То есть, вы извели и вот под этой пружиной работаете с капканом. Если он сработал, ваши руки остались целыми внутри капкана. У него, конечно, сила удара смешная. Даже ребенку не причинить вреда. Вот. Его задача просто удерживать лапу. Итак, показываю, как нужно сводить. То есть, перекидываем старожок и работаем с капканом вот под этой свободной дугой дужкой. Эту привычку нужно вырабатывать даже с маленьких капканов, для того, чтобы, когда вы будете работать с мощными капканами, вам не досталось по пальцам. Дальше я подкладываю большой палец под пяточку и могу выправить пружину. вот таким же образом я снимаю настороженные капканы. То есть, в некоторых видео я видел, люди прям ударяют палками, потом его выкорчевывают. То есть, я поднимаю, нажимаю изнутри. Все, капкан срабатывает. Не причиняет мне никакого беспокойства и вреда. Так, два способа я вам показал. Они, в принципе, похожи. Третий способ. Он, в принципе, такой же похожий, да? То есть, когда капкан намертво привязывается, то есть, берется проволока помощнее и капкан привязывается уже достаточно мощно здесь. Но, сейчас я не могу на скидку придумать случаи, для которых такая постановка нужна. Вот, куница, когда в него попадает, она так и остается здесь висеть на капкане. То есть, она будет долго здесь жить и может быть, даже дождется охотника поздороваться с ней. Вот, есть еще один вариант постановки капкана, когда у вас под рукой не оказалось лишней проволоки или вы переживаете, не уверены в том, что у вас куница порвет проволоку, которая у вас есть. для этого способа нужна площадка на сбежке. Мы делаем надпил здесь ножовкой. Можно топором, если вы умеете работать с топором, можно сделать это все топором. то есть делается такая ровная площадка. Вводится капкан. Да что ж ты, зажимается. и упирается рамкой и упирается прямо в небосклон и упирается рамкой вот в эту ступеньку. Вот. Мне такая постановка не совсем нравится. Можно быть, я что-то делаю не так, подскажите мне под видео, потому что в таком положении капкан неустойчивый. Он как бы ровно ты не сделал эту площадку, он слетает. В этом случае я бы его также подвязал проволокой. Вот. Эта ступенька позволяет более плотно прикрутить, закрепить капкан, потому что видите, у меня не получается, потому что нужно еще и площадку выравнивать достаточно ровно, чтобы капкан не болтался. Вот. Ну, тем не менее, это третий вариант установки капкана бабочкой. Приманка вешается также тут где-то 10-15 сантиметров, ну, 20 может максимум под капканом. Не сильно высоко. Толщина сбежка от 6 до 8 сантиметров самая оптимальная. То есть на таком сбежке снег хоть и накапливается, да, ну, когда он выпадает, да, но он, когда куница заходит, он буквально ссыпается. То есть легкие шаги куницы позволяют снегу осыпаться. Такую установку можно ставить и горизонтально, то есть вот на горизонтальном положении. Но установка под углом, она чем хороша, опять же, для того, чтобы снег скатывался. то есть там в тех краях, где снега выпадает достаточно много, вот при наклоне от 30 до 45 градусов, а больше ее и не ставят в сбежек, вот снег легко ссыпается и капкан всегда в боевом положении. Еще один момент. Вот эта часть сбежка должна быть как можно короче, то есть оставляется буквально расстояние для пружины и для вертлюга. все, больше не нужно. Для чего? Куница зверь очень проборный, она увидит, что здесь есть расстояние, попытается перепрыгнуть капкан, собьют его, ну и с маленькой вероятностью, что она в него попадет. Вот, еще один момент, да, о приманке. Сюда можно вешать любую удобную вам приманку, можно наносить запахи, привлекающие куницу, да, на сбежек, подвешивать какие-то материалы, которые сохраняют запах дольше. В некоторых источниках написано, что приманку желательно вешать нескольких видов сразу же. То есть, например, птица, кусок рыбы, ну там еще что-то, я не знаю, из ваших предпочтений, кусочек мяса. Для того, чтобы у куницы, мы не знаем в каждый конкретный момент, какой куницы сегодня аппетит, чтобы она припочла, поэтому, когда несколько приманок, это увеличивает шанс того, чтобы за приманкой полезть. Вот как это видит куница, когда она поднимается по сбежку. То есть, видит приманку, на пути приманки она не видит препятствия. И уже здесь она будет пытаться обойти капкан сбоку, суетиться тут, плясать на этом месте, пытаясь достать приманку. Ну и если вам повезет, попадет в капкан. Ну вот и все. Сегодня я показал вам простейший и эффективный способ установки капканов методом бабочка, который используют охотники и промысловики. Такой способ доказал свою эффективность на протяжении многих лет. Теперь вы знаете, кто не знал, по крайней мере, что такое установка капкана бабочкой. С вами был Чегравый. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры